Почему растет биткоин и каковы его преимущества? В блокчейне Bitcoin Cash прошел хардфорк. На бирже Liquid произошла утечка пользовательских данных. Это и многое другое смотрите в нашем новом выпуске новостей. Рада приветствовать вас на канале Bits Media. 17 ноября курс биткоина поднялся выше 17 000 долларов, достигнув максимума с января 2018 года. Затем биткоин продолжил расти и в субботу почти достиг 19 000 долларов, но в воскресенье откатился ниже 18 500 долларов. Курс биткоина держится выше 10 000 долларов уже более 117 дней. Это самый длинный отрезок в истории. Следующей психологической отметкой теперь становится исторический максимум 2017 года – 20 000 долларов. На рост биткоина влияет готовность крупных компаний инвестировать в криптоактивы. Речь идет о MicroStrategy, Stone Ridge и Square, принадлежащей основателю Twitter Джеку Дорси. Недавно американский миллиардер Стэнли Дракенмиллер заявил, что инвестиции в биткоин будут гораздо выгоднее вложений в золото. А управляющий хедж-фондом Tudor BVI Пол Тюдор Джонс тоже считает, что биткоин является защитным активом при растущей инфляции. Директор по исследованиям Fidelity Digital Assets Рия Бутория ответила на критику в отношении биткоина как инструмент избережения и средства платежа. Волатильность биткоина – это компромисс, который приводит к отсутствию гибкости предложения и рынку без вмешательства. Биткоин используется для проведения транзакций, которые не обслуживаются традиционными механизмами. Ограниченная пропускная способность – это компромисс ради децентрализации и результат дешевой и простой проверки транзакций. Что касается майнинга, значительная часть электроэнергии поступает из возобновляемых источников. Бутория также отметила небольшое количество незаконных сделок с биткоином. Как и наличные деньги, биткоин нейтрален и обладает свойствами и ценами для хороших и плохих людей. На аргумент о том, что биткоин не обеспечен реальными активами, Бутория ответила, что он подкреплен кодом и консенсусом, существующим между ключевыми заинтересованными сторонами сети. Поэтому цена биткоина растет из-за дефицита предложения, необратимости транзакций, а также сопротивления конфискации и цензуре. 15 ноября в блокчейне Bitcoin Cash произошел хардфорк, который привел к появлению двух сетей. Разветвление случилось из-за разногласий между разработчиками двух клиентов – Bitcoin Cash ABC и Bitcoin Cash Note . Ранее разработчики БХА предложили взимать 8% налога на прибыль с майнеров на развитие сети. Пользователи Bitcoin Cash не поддержали это предложение, опасаясь уменьшения прибыли и подрыва децентрализации. Однако разработчики Bitcoin Cash ABC решили провести хардфорк, невзирая на мнение сообщества. Большинство майнеров, как и третий по популярности клиент Bitcoin Unlimited, работают на стороне BCHN, который не предполагает внесения изменений в протокол. После хардфорка в цепочке Bitcoin Cash ABC добывается 3-5 блоков в сутки, а в сети BCHN они создаются в штатном режиме. По данным CoinMarketCap, цена Bitcoin Cash снизилась до 241 доллара из-за неопределенности будущего сети, но 22 ноября поднялась до 286 долларов. Есть биржи, которые начали торговлю монетами BCH-A. На CoinEx она торгуется около 18 долларов, а на Binance в паре с BUSD за 23 доллара. Это говорит о том, что BCH-ABC все еще может стать самостоятельной криптовалютой. 18 ноября в блокчейне Zcash произошло первое уполовинивание награды майнерам. Она сократилась с 6,25 до 3,125 ZEC. Также было запущено крупное обновление Canopy, согласно которому 80% вознаграждения за добычу блоков будут по-прежнему получать майнеры. 8% начнут поступать в фонд грантов для независимых разработчиков, 7% – Electric Coin Company и 5% станет получать организация Zcash Foundation. Ранее львиную долю вознаграждения 14,2% получали учредители и инвесторы, принимавшие участие в создании Zcash. Теперь они не будут получать награду. Руководство Zcash считает, что для развития сети лучше привлекать внешних разработчиков. Сооснователь Kinetic Capital Бзихан Чу сказал, что халвинг Zcash даст возможность проекту подвинуть на рынке других претендентов на конфиденциальность, таких как Monero. Ограниченная эмиссия Zcash в 21 миллион монет подогревает интерес инвесторов к этой криптовалюте, тогда как центральные банки вынуждены печатать новые деньги для поддержания экономики. Аналитик Миссари Райан Уоткинс тоже считает, что Zcash интересен четким графиком выпуска монет. Гендиректор криптовалютной биржи Liquid сообщил о возможной утечке пользовательских данных. Инцидент системы безопасности биржи произошел 13 ноября. Поставщик хостинга, управляющий доменом именем Liquid, ошибочно передал контроль над учетной записью и доменом злоумышленнику. Преступник получил возможность изменять записи DNS, контролировать внутреннюю учетную запись электронной почты, а также получил доступ к хранилищу документов. Команда биржи сразу же приняла меры для предотвращения атаки и восстановила контроль над доменом. Криптовалютные кошельки и биржи не были взломаны, а средства клиентов находятся в безопасности. Однако злоумышленник смог получить личную информацию из пользовательской базы данных, адреса электронной почты, имена пользователей, адреса и зашифрованные пароли. Поэтому клиентам Liquid рекомендуется как можно скорее сменить пароль и обновить данные двухфакторной аутентификации. Благодарим вас за просмотр! Если хотите нас поддержать, ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы, как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До скорых встреч!